Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Будни». О главных событиях этого дня расскажут корреспонденты Бийского телевидения Илья Алиса Бедарева. Смотрите сегодня в выпуске. 37 лет без благоустройства. На территорию бийского планетария заехала тяжелая техника. Три щуки, два леща, четыре окуня. Рыболов-любитель приехал отдохнуть на берег реки и стал браконьером. Фестиваль «Добра». Жители города приглашают посетить на выходных семейный праздник. На постоянной основе. Бийские депутаты сегодня поддержали председателя Думы Сергея Ларейкина на майской сессии. Теперь муниципалитет – его основное место работы. Напомним, ранее Сергей Ларейкин покинул бийский олиумный завод, где занимал должность исполнительного директора. На протяжении последних двух лет работал председателем городской думы на неосвобожденной основе. В заседании принял участие председателя КЗС Александр Романенко. Он рассказал присутствующим, что такая практика, когда представители муниципалитетов работают на постоянной основе, сохраняется в крупных городах, например, в Барнауле. Поддержал решение и мэр Вийска. Сергей Владимирович является у нас первым руководителем. С вами мы консультируем депутатский корпус, который сегодня сосредоточен на решении городских проблем. И мы, безусловно, поддерживаем. Какие еще вопросы превалировали на майской сессии, расскажем в ближайших выпусках информационной программы «Будни». И к дорожным темам. Временные неудобства приходится терпеть бейчанам в районе социалистической 106. Огромная яма посреди тротуара стала препятствием на пути пешеходов. Коммунальщики раскопали тротуар, чтобы отремонтировать теплотрассу. Однако ремонтные работы затянулись. Раскопали яму и ничего не делают много дней, возмущаются бейчане в социальных сетях. Яма появилась на неделе, но в рабочее время рембригады на месте не замечено, рассказывают местные жители. Формально безопасность соблюдена, яма огорожена, но из-за ограждений пешеходы вынуждены идти в обход по отмостке дома прямо под окнами, либо со стороны оживленной проезжей части. На территорию бейского планетария тоже заехала тяжелая техника. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы. Благоустройство не проводилось со времен строительства здания. Как будет выглядеть обновленное место, узнала Алена Кисеева. Вокруг здания Дома технического творчества имени Якова Савченко начались работы по демонтажу старой плитки. Благоустройство этой территории не проводилось вот уже 37 лет, со времен строительства планетария. Все это время участок поддерживался лишь силами сотрудников этого учреждения. И вот, наконец-то, долгожданный ремонт начался. Вот вы знаете, когда идет ремонт или строительство, всегда немножко как-то опасаешься, переживаешь за все. А вы знаете, у нас, у нашего коллектива очень хорошее настроение, потому что вы видите сами, как идет работа. И мы уже видим, что будет здесь очень здорово, красиво, уютно. Все это будет создаваться для наших гостей, для наших жителей нашего города, ну и, конечно, для детей и наших сотрудников, которые здесь работают. Чтобы создать комфортные условия для своих воспитанников и жителей Бийска, были необходимы серьезные денежные вливания. Коллектив приложил все силы, чтобы войти в федеральную программу комплексного развития молодежной политики в регионах России. И теперь сумма благоустройства составит порядка 60 миллионов рублей. Мы эту нашу программу внутри здесь уже назвали «Место для молодежи». А почему для молодежи? Потому что молодежь, потому что современно должно быть, потому что должно быть красиво. И мы, конечно, будем использовать бренд-бук Росмолодежи, который будет обязательно с подсветкой. Сейчас работники занимаются подпорной стенкой вокруг всей территории планетария. Это необходимо с инженерной технической точки зрения, чтобы зафиксировать грунт. Конечно, у нас будет оригинальная плитка светящаяся, будут проблесковые маячки, вмонтированные в опорную стенку в некоторых местах. Оригинальные фонари освещения. На клумбах цветов не будет, но клумбы будут. Это маленький сюрприз, увидите. На территории будет выложена новая плитка, появится современное освещение, будут установлены скамейки. Кроме того, бичан порадует. Космическая площадка. Здесь будут, конечно же, планеты Солнечной системы. Но самое главное, это будет удивительно для того, чтобы здесь могли запускать квадрокоптеры, чтобы здесь роботы ходили. И это можно привлекать сюда и молодежь, и детей, и молодые семьи с детьми. Еще со здания будет снят старый зенитный астрономический купол. Будет установлен новый с современным астрографом. Аппаратом, который фотографируют звезды и другие космические тела. Такого в Бийске раньше не было. И этот купол должен прийти со дня на день. Алена Кисеева, Сергей Кулыгин. Будни. За два месяца сделано больше, чем за несколько лет. Руководитель Следственного управления Следственного комитета Алтайского края Игорь Колесниченко провел личный прием граждан. Общение прошло не в кабинете, а во дворе печально известных домов на Спеково. В почти час полковник юстиции выслушивал жителей, чьи жилищные права были нарушены. Жильцов больше 180 расселенных домов Наукограда объединяет общее уголовное дело. Обвинение в халатности и превышении должностных полномочий может ожидать сдюжин убийских чиновников. Они нарушили жилищные права горожан. Дом недостроен на ленте, аварийная девятиэтажка на машиностроителе и печально известные Спековские три поросенка. На сегодняшний день потерпевшими по уголовному делу признаны около 150 человек. Сегодня руководитель Следственного управления Игорь Колесниченко лично выехал в Наукоград для проведения приема граждан, проживающих в аварийном жилье, которые являются потерпевшими по данному уголовному делу. Соседи по домам и несчастью показали руководителю Следственного комитета свое жилье. Почти час Игорь Колесниченко выслуживал многочисленные жалобы и требования. Вот это идет под фундамент провала. И изнутри вот так все эти провалы образовываются. И если где-то будет провал посильнее, он просто нафиг завалится. За последние месяцы в уголовном деле произошел прогресс. Колесниченко заверил, дело близится к логическому завершению. И подтвердил самые главные надежды. Спековцы имеют право на расселение и им предоставят другое жилье. У нас прежде всего стоит задача расследования уголовного дела. В этой части мы дело расследуем и свою работу выполняем. После стольких лет откровенных мучений, обвивания казенных порогов, бесконечных экспертиз и непоправимого вреда здоровью, спековцы считают, что виновники могут слишком мягко отделаться. Требуют переквалифицировать статью. А люди, которые вообще вот это вот сотворили, которые на десятилетия людей здесь обрекли жить, в этих фенольных формальдегидных домах, я имею в виду Курасов, который делал кадастровые паспорта, липовые, Нонко, который это все строил, Маслюк, который не получил даже штрафа, и все прочие, Трофимова, которая направо-налево свои подписи ставила, они какую-то ответственность понесут, или они будут также занимать руководящие должности в нашем городе Бийске и продолжать вершить судьбу этого города. Они как-то понесут какую-то ответственность. Тот же самый Щегриф наш, который сейчас ныне действующий мэр, когда в 2019 году во главе с Трофимова они подписывали 747-й акт, где писали, когда шло следствие, экспертизы, когда уже было доказано неоднократно, что эти дома непригодны и опасны для жизни, они подписывали, прямо написано, без привлечения специалистов, они подмахнули это так, что здесь жить можно. Жить, безусловно, можно, но точно не так долго и качественно, как хочется. Множество экспертиз показали, стены отравлены фенолами и формальдегидами. Педиатры фиксируют у детей из этих домов одинаковые симптомы, а некоторые взрослые и вовсе не дожили до итогового решения суда. Анна получила квартиру на Спеково 11 лет назад. Жизнь в этих домах сделала из молодой женщины инвалида. Даже девочки, многие свидетели, которые приехали с дома, где я жила, они скажут, какая я была до. У меня проблемы сейчас с сердцем начались, диабет, щитовидка пошла, разрушение, начались возникать узлы. Кровь, когда сдаем, тоже удивляются, говорят, у вас кровь, говорят, как будто вы в Угаре в каком-то побывали. История каждого здесь может претендовать на отдельный рассказ. И не важно, сколько лет человек прожил в доме. Люди мечтают не просто съехать отсюда, но и предотвратить даже возможность повторения истории. У нас одна задача, чтобы эти дома сравнялись с землей. Потому что, если наша администрация хочет оставить их в качестве маневренного фонда, почему здесь должны страдать другие люди, которых будут сюда заселять? Почему здесь должны жить погорельцы, подтопленцы, беженцы с Украины? Я не знаю, кто там еще многодетный по соцпрограммах. Почему они должны здесь, после нас, нюхать эти фенолы и формальдегиды? Эти дома нужно просто сравнять с землей. На личный прием пришли и жильцы из дома машиностроителей 17. У них проблема прямо противоположная. Они не хотят покидать свои квартиры, но их дом, панельную девятиэтажку, мэрия намерена расселить, как аварийное жилье. Хотя эксперты считают, что здание требует только реконструкции. Мы хотим передать свое обращение, для того, чтобы следственный комитет обратил внимание и на проблему нашего дома. Когда из квартир, которые можно еще проживать, и он не признан непригодным для проживания, он не признан подлежащим сносу, тем не менее администрация начала принудительное выселение. Глава Следственного комитета Алтайского края внимательно выслушал всех и дал обнадеживающие ответы. По инициативе Следственного комитета на этой неделе прошло заседание Комитета по строительству и ЖКХ Алтайского краевого заксобрания. Там обсудили и предварительно одобрили пути решения большой бийской жилищной проблемы. Процесс расселения граждан решается индивидуально, под контролем следователей Следственного комитета по краю. Следователи продолжают сбор данных по этому делу. Расследование еще идет. Евгения Ижутова, Андрей Сигаев, Будни. А далее реклама. Не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. Две по цене одной. В мае купи куртку или ветровку и получи вторую абсолютно бесплатно. Ермак, Митрофаново, 35, остановка вокзал. Готовим клиентов для вашего бизнеса в ассортименте. Телевизионные каналы в цифровом и кабельном эфире. Социальные сети, сайт, печатные СМИ. Оптом скидки. Бийская медиагруппа. 31 31 15. Приехал отдохнуть на берег реки и стал браконьером. Рыболовы-любители села Мало-Угринево задержали в ходе очередного рейда рыбоохраны на берегу Бии. Мужчина признался, рыбачил с помощью удочки, клевало слабо, решил раскинуть сети. Три щуки, два леща, четыре окуня и четыре чебака. Теперь небольшой улов может обернуться для 55-летнего мужчины уголовным делом. В действиях сельчанина усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса. Незаконная добыча, вылов водных биологических ресурсов. Незаконно добытые водные ресурсы изъяты, а вместо с ними сети и резиновая лодка. И к другим темам. Сад памяти разрастается. К международной патриотической акции присоединилась 18-я школа. На школьной аллее было высажено 15 деревьев в память о погибших в годы войны защитников Отечества. Сад памяти у нас будет располагаться рядом с школой. Деревья посажены будут, учащиеся школы будут за ними следить. Растить их и чтобы впоследствии всем ребятам, которые учатся в школе, это сад памяти, был в назидание, чтобы не было больше войн у нас в стране. Мероприятие открыли детские коллективы, которые представили танцевальные, вокальные и патриотические номера. После торжественной части ученики школы вместе с учителями и родителями переместились на аллею для высадки деревьев. На помощь им пришли неравнодушные жители микрорайона. Каждое дерево, считают они, это символ памяти, не дающий забыть поколению всех ужасов войны. Организаторы акции уверены, деревья – настоящие зеленые памятники, которые будут каждый раз напоминать детям о защитниках Родины. Бейчан приглашает в эту субботу на теплый семейный праздник – фестиваль добра. Главная его цель – рассказать людям о том, что не стоит бояться детей с особенностями развития. Наоборот, им нужно помогать и участвовать в их социализации. Первый фестиваль добра состоялся в прошлом году. Мероприятие одновременно было развлекательным, информативным и полезным. Идея и организация праздника принадлежат волонтерам клуба добряков. Активисты со сцены рассказывают о проектах, которые курируют. Сейчас это канюкулы с добряками, добрые чаепития, капитаны двора, добрая переделка. В рамках мероприятия на главной городской сцене выступят вокальные и хореографические коллективы Бийска. Будут проводиться игры и мастер-классы. Отметим, что все желающие прямо на праздники смогут записаться в ряды волонтеров. А также сделать доброе дело в рамках проекта «Коробка храбрости». На фестиваль можно принести новые игрушки, фломастеры, альбомы для рисования, которые отправят в центральную городскую больницу. Такие приятные подарки будут вручать за прохождение процедур детям, которые проходят лечение в этом медучреждении. Мы сейчас живем реально в не очень простое время. И, наверное, всем нам не хватает простой вот этой какой-то доброты. Потому что люди настолько погружены в эти проблемы, в эти мысли. И когда ты приходишь на такое мероприятие, когда ты становишься причастным, кусочек какого-то добра, действительно внутри тебя что-то меняется. Мотосезон в Наукограде официально открыт. Колонна из более ста мотоциклистов проехала через весь город, чтобы проявлечь внимание автомобилистов и пешеходов двухколесным участникам движения. И напомнить о правилах дорожного этикета. Открытие мотосезона – ежегодное мероприятие. Каждый год в Бийске собирается не один десяток мотоциклистов. От мотолюбителей до профессиональных байкеров. Цель которых – пропаганда мотокультуры. Цель вообще мероприятия, открытие мотосезона – привлечь молодых мотоциклистов. Это в первую очередь вообще к мотодвижению. Вторая, самая, наверное, главная цель – это рассказать городу, рассказать автомобилистам, что наконец-то растаял снег, и мотоциклисты выехали. Любовь к мотоциклам, признаются байкеры, это навсегда. Тот, кто хотя бы раз прокатился на железном коне, уже не сможет жить без этого драйва и адреналина. Многие участники мероприятия еще с юности знакомы с мотодвижением. И активно привлекают к нему подрастающее поколение. Костяк участников составили мотоциклисты из Наукограда. А гостями мероприятия стали байкеры из Белокурихи, Барнаула и Горного Алтая. Приехали даже мотолюбители из Новосибирска. Когда мы приехали сюда, нас было здесь трое. И были сомнения, что вообще что-то такое состоится, все кто куда. Открытий оказывается много, в разных местах. Когда мы ехали сюда, нам на встречу попадался народ, которому подумали, что он поедет в Новосибирск и в Томск. А вот нас никто не догонял, были подозрения. Но, опять же, за час тут народ набралось достаточно много. Теперь мы верим, что все получится. Более ста мотоциклов в этом году составили грандиозную колонну, которая проехала через весь город от торгового центра «Ривьера» до загородного комплекса, где и началась основная часть мероприятия. Развлекательные конкурсы, силовой турнир от сети местных фитнес-клубов, конечно, не обошлось и без выступлений от краевых музыкальных групп. А в завершении байкеры смогли насладиться красочным салютом. Евгения Прохорова, Илья Питков, Будни. А теперь о погоде. 27 мая в Виске будет переменная облачность. Ветер северо-восточный, слабый, сменяющийся с северным. Атмосферное давление высокое, влажность воздуха будет комфортной. Возможно, слабая магнитная буря. Ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 15, плюс 17. И это все новости на сегодня. Если у вас есть вопросы, которые беспокоят, обращайтесь в нашу редакцию. По телефону 313-507 мы постараемся вам помочь. Спасибо, что провели эти 20 минут с нами. Хороших вам выходных. До скорой встречи.